здравствуйте добро пожаловать на очередную лекцию по программе top solid 7 эта лекция из раздела интерфейс и сейчас я хочу поговорить о таких вещах как настройки при работе с эскизами этот вопрос становится актуальным когда вы уже научились рисовать скетч и задались вопросом как еще можно оптимизировать свою работу в среде top solid 7 чтобы рисование в эскизе было и быстрее и комфортнее и продуктивнее естественно таких путей на самом деле несколько есть и о них я хочу поговорить в этой лекции первый и наверное самый очевидный момент связан с тем что популярные команды при работе с эскизами надо конечно же вешать на горячие клавиши тогда соответственно работа в эскизе будет происходить быстрее и давайте я просто покажу да как некоторые команды можно назначить на клавиши на клавиатуре до чтобы получать доступ к этим командам быстрее итак давайте я допустим нарисую какой-то эскиз да в общем и смысл того что я хочу сделать это наверное самое первое самое главное что я сделал в свое время это команду constraint то есть команду которая рисует размеры до я повесил на кнопку потому что команда основки размеров наверное самая популярная и постоянно лазить в панель инструментов наверное это вроде бы кажется какие-то мгновения но тем не менее это лишняя работа и вашей руки да и соответственно трата времени да можно вызывать команду constraint из контекстного меню но это все таки тоже работа не знаю конечно это для каждого оптимальность свое своя выучка да но для меня выучка это нажимать так как вторая рука практически всегда свободно она лежит на клавиатуре да то нажать кнопку и получить сразу же включенный режим прославки размеров для меня кажется более тема и поэтому именно это я хочу сделать в первую очередь и так я уже ранее касался вопроса назначения горячих клавиш но сейчас я напомню что назначение горячих клавиш у нас происходит в меню tools под меню кастомайз вызывая это меню мы получаем такое окно в котором есть вкладка шоткат кейс активировав ее мы здесь получаем ряд параметров которые позволяют нам осуществлять назначение горячих клавиш на команд и так для того чтобы назначить горячую клавишу на создание размера нам нужно найти раздел скетч да и по сути на скетч констрейнс и будет на самом деле да я прошу прощения конечно нам же нужен 2d скетч на очень важное различие до между скетчем и 2d скетч видите на самом деле нам нужен конечно же 2d скетч констрейт вот здесь мы находим нашу команду констрейт находим команду и а дальше принципе по уже известной схеме вот в этой строке мы нажимаем кнопку до на которую мы хотим назначить горячую клавишу да я привык что только кнопка d я назначаю и нажимаю кнопку а сиган здесь все этот размер у нас уже назначен нажимаем ok для подтверждения и мы можем проверять работу да смотрите я нажимаю кнопку d и мы видим что меню автоматически активизировал и мы можем проставлять размер как нам это хочется благодаря этому назначению да работа в эскизе станет гораздо быстрее поэтому это очень на мой взгляд нужное изменение таким образом можете назначить принципе все команды которые считаете нужным те которые у вас активно используются да вы можете их активно значить например кнопочку rectangle можно там повесить на какую-то кнопочку да если вы активно пользуетесь рисованием прямоугольников я же покажу вдобавок как вот вот команды из этого меню да тоже можно применять не горячие клавиши и а вот кнопка automatic dimensions она довольно часто но используется поэтому эту команду тоже я хочу повесить на какую-нибудь кнопку я конкретно я повесил ее на кнопку а допустим и все что нам нужно для начала это найти эту команду да назвать automatic dimensions и опять же переходим к customize и давайте попробуем найти в общем меню да и и но здесь наверное я не нужно наверно найти давайте посмотрим наверное в режиме modus да будет эта команда и вот на самом деле мы здесь видим набор команд как раз из того меню и среди них мы видим желаемую команду до automatic dimensions и на эту команду мы назначим нужную нам кнопку а и кстати говоря я хотел показать еще как убедиться в том что на данную кнопку уже не назначена какая-то другая команда допустим сейчас предназначение клавиши на команду automatic dimensions я попытаюсь назначить клавишу d и смотрите когда я ввожу мне внизу система автоматически пишет что на вот эту команду которая на высветила уже кнопка назначена да то есть она мне подсказывает что на эту клавишу уже есть назначенная команда поэтому таким образом мы можем контролировать назначение клавиши который мы хотим сейчас применить да ну и вот если я ее удалю и воспользуюсь клавишей а дату я вижу что у меня здесь никакая подсказка не вылазит это означает что клавиша а свободно и клавишу а я назначаю на эту команду и нажимаю ok и теперь мы можем попробовать работу переключение этого режима смотрите сейчас у меня включена этот режим до подсвечено оранжевым давайте я нажму а и зайду видите значит теперь у нас уже не активно эта команда да и что значит что она не активно давайте вспомним например очень легко на этом убедиться на команде offset если мы выберем команду offset сейчас нажмем ok то мы увидим что для нашего нового контура который появился до методом offset не появилось никаких размеров но если я нажму клавишу а и опять выберу offset да и нажму окей то сейчас как вы видите здесь появился размер до которые здесь в качестве дистанции устанавливается то есть размер который присутствует в команде offset он появился да и если опять нажим клавишу а и сделаю очередной offset то мы видим что у нас опять автоматический размер не появился в общем что и делать это команда нажимаю еще раз а до окей и размер снова появился вот таким образом до клавиша а у нас регулирует появление и линии появления размеров то же самое можно принципе вот прямоугольник байса да вот сейчас у нас он с размерами нажимаю а тут только надо следить конечно куда мы где находимся да когда мы в данный момент так не срабатывает видимо смотрите ну данный момент там придется видимо выйти из этого инструмента данной нажать на клавишу а и следующие наши прямоугольники уже будут появляться без размера опять выходим нажимаем клавишу а и следующие на прямоугольники у нас уже с размером вот собственно такая клавиша да она помогает нам переключаться на автоматическая простановку размера опять же повторюсь что на все интересующие вас режимы вы можете выставлять горячие клавиши если вы эти режимы часто переключаете уже запомнить что это ведет собой ускорению работы таким образом в принципе по первой части да то есть по назначению горячих клавиш я объяснил и думаю что тут все понятно и второй момент в оптимизации при работе с эскизом и заключается настройки вьюпорта и сейчас я покажу какими моментами поведения вьюпорта можно управлять при работе с эскизом найти когда у нас уже создан а новый эскиз и мы будем давайте допустим нажимаем edit и смотрите при даже приходит какой эффект наш эскиз автоматически увеличивается до какого-то размера и автоматически становится перпендикулярным к плоскости рисования да то есть мы попадаем перпендикулярной плоскости рисования рисуем дальше нажимаем ok и наш эскиз снова поворачивается таким образом которым он выглядел до того как мы включили команду редактировать эскиз да и то же самое у нас есть эффект когда мы нажимаем создание нового эскиза до смотрите нажимаем ok и 5 новый эскиз у нас увеличивается в размерах в определенных да и мы что-то продолжаем рисовать соответственно нарисовали что-то нажимаем ok и эскиз выехал дальше мы опять что вытягиваем какую-то геометрию до нажимаем ok смотрите если я допустим вот на этой плоскости буду рисовать я нажимаю окей и вот как-то камера поворачивается да она нас ориентирует перпендикулярно плоскости той на которой мы собираемся рисовать эскиз да и мы будем делать соответственно какие-то шаги по рисованию эскиза нажимаем ok и наша деталька снова возвращается в такое 3d положение которое она была до начала создания эскиз смотрите вот это такая двояка ситуация с одной стороны это хорошо с другой стороны это бывает нехорошо я допустим при моделировании пришел к тому что мне не очень удобно вот это вот постоянное автоматическое вращение детали да поскольку встать в плоскость эскиза да я всегда могу командой long normal да и таким образом то есть что-то посмотрев да а при рисовании эскиза много часто приходится что-то рисовать да а потом возвращаться к нормальному и поэтому эта команда когда при рисовании или редактирование у меня происходит при редактировании происходят такие перемещения да она мне не очень нравится мне бы хотелось допустим сделать так чтобы при редактировании эскиза камера не изменялась так вот система есть параметры которые позволяют это делать ведь условки находятся тоже системных настройках сейчас я покажу для не находится для этого нужно в меню tools вызвать команду options откроется вот такое диалоговое окно которым тоже ранее уже открывали здесь есть некий набор системных настроек которые позволяют совершать для различных частей программы до настройки этих настроек на самом деле немного но они есть и принципе ими можно пользоваться и смотрите среди вот основных настроек да есть отдельно вынесено меню скетч и здесь есть ряд настроек которые мы давайте рассмотрим первую очередь я конечно же буду говорить о том о чем я начал говорить это автоматические вращения при редактировании или создании эскиз вот здесь у нас как раз в начале и присутствуют команды которые за это отвечают авто ротейт вэн эдитинг авто скейл вэн эдитинг и авто позицию вэн критинг как раз вот эти галки они отвечают за вот эти вот вращение смещение и перемещение эскизов и разворота камеры а плоскости эскиза да когда мы производим редактирование и создание эскизы если мы эти галки уберем то мы получим другую ситуацию давайте вот я уберу эти галки нажимаю ok и смотрите сейчас если я на эскизе вызову команду редактирования эскиза то вы видите что камера никак не реагирует и наш эскиз он виден именно в той проекции да как мы наблюдали его до команды редактировать да мы можем сами как хотим его соответственно повернуть посмотреть либо повернуть относительно нормально если все-таки нам это необходимо да и опять же мы можем его изменить нажимаем завершение редактирования эскиза и вот в этом случае единственно что он возвращается в ту ориентацию камера возвращается в ту ориентацию где она когда она была до начала редактирования эскиз да то есть вот в этот момент мы начали редактировать эскиз и камера возвращается в этот момент несмотря ни на что галки которая бы нам позволяла не возвращать эскиз к сожалению нет да то есть мы можем сами настроить вид при рисовании но при нажатии ok все равно камера вернется почему разработчики эту галку не сделали да чтобы камера не возвращалась предыдущий вид я не знаю ну вот у них такие странные взгляды да на редактирование эскиза видимо что начала редактирования они нам позволяют управлять а вот окончанием редактирования они нам не позволяют управлять камерой ну с этим придется видимо смириться да и то же самое при начало начале нового эскиза смотрите вот нас как-то повернут относительно допустим этой плоскости деталь до камера находится естественно не перпендикулярно к этой плоскости и мы если мы создаем новый эскиз да и мы подтверждаем создание мы видим что камера никуда у нас не улетает мы видим картинку детали именно такой который она была до начала редактирования и мы можем рисовать наш эскиз при такой ориентации камеры и согласитесь это зачастую бывает очень полезно поскольку гораздо нагляднее чем перпендикулярный вид и нарисовав эскиз да мы нажимаем ok и опять мы возвращаемся если мы двигали камеру во время редактирования дата мы возвращаемся в начало положение камеры до того как начали строить этот эскиз вот такие вот правила на который позволяет изменять вот эти вот настройки да еще раз давайте я напомню options заходим в скетч и вот эти три галочки они позволяют нам менять реакцию камеры да на создание эскизы и редактирование эскиз вот эти галочки относятся в принципе то же самое но к 3d скетчу а поэтому просто просто надо иметь это в виду демонстрировать это я сейчас не буду следующая группа команд она относится к внешнему отображению эскиза а конкретно к экстремальным точкам да и с сегментом супер позиции в общем на самом деле я эти параметры не буду вам объяснить потому что я здесь ничего не менял меня все устраивает цветовой раскладки по умолчанию да поэтому вот это меню тащащиеся к цветам я пропущу и перейду к последнему меню который называется automatic relations это тоже интересная ряд команд которые в принципе могут вам понадобиться они по умолчанию в общем-то работоспособны но теоретически можно их менять смотрите что такое а вот эти вот параметры они управляют автоматическим прилипанием при рисовании эскиза что я имею ввиду давайте я напомню итак смотрите сейчас мы начнем рисовать скетч и после того как мы нарисовали первую линию следующая линия нам подсказывает во первых система рисует локальные оси так которые нам показывают что вот это вот направление у нас будет перпендикулярно направление будет параллельно да ну и это соответственно тоже перпендикулярно то есть смотрите когда мы мышкой передвигаемся вот в средних углах до в этих зонах то мы можем ставить точку где хотим но когда мы подводим довольно близко к краю то происходит вот такое прилипание до к любой из этих осей да видите здесь у нас прилипание происходит перпендикулярности да а здесь прилипание к параллельности происходит так вот как раз те параметры они регулируют зону в которой это прилипание начинает работать сейчас она стоит на двух градусов то есть когда у меня значение угла между моей линии и осью больше 2 градусов да у меня свободное перемещение как только у меня достигает двух градусов то о паприк происходит прилипание и если я рисую линию то эта линия будет у нас соответственно параллельно да а эта линия если она прилипла она будет с перпендикулярно любая другая у нас будет под освободным углом и вот этот вот у нас показывает а смотрите давайте я вы продемонстрируем работу этих параметров допустим мы здесь смотрите здесь у нас позволяет orientation с на высь orientation это горизонтальность или вертикальность соответственно тангенсии это по сути у нас параллельность то есть первая линия параллельно вторую и перпендикулярность соответственно это перпендикулярность вот давайте мы для начала возьму и перпендикулярность поставим на 10 градусов да и нажмем ok и теперь мы порисуем снова в нашем скетче смотрите давайте мы будем вести и вот смотрите сейчас я подвожу и видите уже надо на большом угле и у нас срабатывает перпендикулярность то есть это уже не два а уже 10 градусов уже при 10 градусов у нас происходит срабатывание поэтому если вы допустим часто рисуете эскизы которые нуждаются в перпендикулярных линиях да то есть чтобы перпендикулярно себя было то есть смысл наверное увеличить это значение чтобы вы смогли с легкостью рисовать перпендикулярно да то есть вы можете не боясь перемещать мышку да и будет перпендикулярные значения рисоваться при этом тангентальность видите она продолжает рисоваться на двух градусах да и что что я говорил об ортогональности да это положение относительно оси да вот здесь тоже 2 градусные относительно горизонтали или 2 градусно относительно вертикали положение она срабатывает сейчас тоже на двух градусах но в настройках значение углов прилипания можно поменять если мы даем значение больше тот это вот прилипание к вертикали или горизонтали да и либо к параллельности после изменения будет визуально заметнее поэтому вот меняя эти значения вы можете добиваться каких-то определенных эффектов мне например кажется в принципе наоборот что эти значения лучше сделать к минимуму потому что визуально нам превью показывает значение ортогональности значение перпендикулярности или параллельности да и в принципе мы можем значение тангенс и перпендикулярность вообще поставить один градус чтобы нам не мешал туда прилипание рисовать эскизы которые близки к по своим углам каким-то значением да но мы можем нарисовать соответственно нужные значения кроме всего прочего надо не забывать что взаимосвязи между сегментами создаются не во всех случаях строится только если мы рисуем цепочку если мы какой-то отдельную линию дорисовываем да смотрите сейчас вроде бы у нас показывает перпендикулярность да мы ее эту линию рисуем на фактические перпендикулярность не создалась потому что рисуя отдельные линии constrain у нас не создаются у нас создаются constrain только когда мы автоматически рисуем цепочку ли но при этом опять же надо не забывать что у нас есть команда автоматических constrain of в которых есть свой угол да то есть мы можем заранее поставить допустим три градуса и мы все наши значения перпендикулярности параллельности автоматически добавим уже после рисования отдельных линии вот такая вот настройка которая принципе но это уже после определенной работы вы можете для себя решить какие значения вы можете здесь ставить чтобы вам было удобно вот собственно такие небольшие моменты я озвучил да основной из которых наверно все-таки это горячие клавиши поскольку горячие клавиши в определенных ситуациях да с теми командами с теми операциями которые вы пользуете чаще всего да она реально ускоряет вам работу поэтому не забывайте настроить под себя интерфейс для того чтобы достичь оптимальной скорости работы на этом я хочу данную лекцию закончить спасибо за внимание и до новых встреч до новых встреч